В этом году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос и 64 года с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Вслед за Юрием Гагариным в ближнем космосе побывало больше 500 человек, а вокруг Земли на орбитах обращаются тысячи искусственных спутников. Но я думаю, что вы сильно удивитесь, узнав, что первым идею искусственного спутника Земли начал обсуждать великий английский физик Исаак Ньютон больше 300 лет назад в своей книге «Математические начала натуральной философии». Ньютон рассуждал при этом так. Представим себе, что мы поднялись на вершину одной из высочайших гор и бросаем с нее снаряды в горизонтальном направлении. А еще мы в этом мысленном эксперименте будем считать, что снаряды не тормозятся сопротивлением воздуха. Если скорость снаряда не велика, он упадет на Землю недалеко от подножия горы. При увеличении скорости снаряды будут падать все дальше и дальше. И, наконец, снаряд достигнет такой скорости, что в своем падении на Землю он так и не сможет на нее упасть. Отклоняясь от прямолинейной траектории, он будет двигаться по круговой орбите на одной и той же высоте над Землей. Такой снаряд, движущийся по круговой орбите, Ньютон ласково называет спутничек. Поэтому Ньютона по праву можно считать дедушкой современной космонавтики. Теперь давайте рассчитаем скорость, с которой снаряд движется по круговой орбите вокруг Земли. С одной стороны, все снаряды, независимо от их начальной скорости, падают на Землю с ускорением свободного падения G. С другой стороны, снаряд, который движется по кругу, испытывает центростремительное ускорение V квадрат делить на R. И очевидно, что это ускорение сообщается ему именно силой тяжести. Так что мы можем приравнять G и центростремительное ускорение V квадрат делить на R. И отсюда мы немедленно находим скорость снаряда на круговой орбите, V равно корню из G R. И эта скорость называется первой космической скоростью, которую нужно сообщить телу для того, чтобы оно двигалось вокруг Земли по круговой орбите. Теперь подставим вместо G значение, округленное, 10 метров в секунду за секунду, радиус Земли 6400 километров. И мы получим, что первая космическая скорость составляет 8000 метров в секунду или 8 километров в секунду. 8 километров в секунду — это очень большая скорость. Она в 25 раз больше скорости звука. И чтобы вывести космический корабль на орбиту, приходится строить многоступенчатые ракеты, до 85% массы которых составляют топливо и окислитель. Стартовая масса ракеты «Союз-2» составляет более 300 тонн. При этом на низкую околоземную орбиту такая ракета выводит 8 тонн полезного груза. Здесь надо сказать, что значение первой космической скорости 8 километров в секунду мы вычислили, считая, что ракета или спутник вращается непосредственно над поверхностью Земли. Но на самом деле, конечно, это не так. Так. Ракета должна выйти за пределы земной атмосферы, то есть подняться на высоту несколько сотен километров над поверхностью Земли. А это значит, что орбитальная скорость ракеты будет отличаться от первой космической. Сейчас мы посмотрим, как именно она зависит от высоты полета. Будем считать, что ракета летит на высоте h над поверхностью Земли. И при этом ускорение свободного падения становится меньше. В соответствии с законом всемирного тяготения, оно обратно пропорционально квадрату расстояния до центра Земли. И если мы подставим r' и g' в эту формулу, то мы получим вот такой окончательный результат. Орбитальная скорость ракеты оказывается тем меньше, чем выше орбита нашего спутника, ну или любого другого космического аппарата. И вот мы получили на первый взгляд очень странный результат. Чем выше орбита спутника, тем меньше его орбитальная скорость. А значит, тем меньше его кинетическая энергия. И что же получается? На более высокую орбиту спутник запустить легче, чем на низкую? Я думаю, что вы легко разберетесь с этим кажущимся парадоксом. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.